Я благодарен вам и всем союзникам по НАТО за оперативный ответ на инициативу президента Зеленского провести чрезвычайное совещание комиссии НАТО Украины, чтобы меняться мнениями по ситуации во временно оккупированных территориях Украины, а также вдоль нашей границы с Россией. Россия продолжает наращивание военной мощи вдоль границы между Россией и Украиной и на наших оккупированных территориях, и также в море. Идет наращивание на северо-востоке Украины, в Крыму, на юге и также в Донбассе, на востоке. За последние недели Россия значительно увеличила свою воинствующую пропаганду, которая дегуманизирует Украину и спровоцирует ненависть в отношении Украины. И еще большая озабоченность вызывает то, что присоединились российские должностные лица, которые угрожают Украине войной и разрушением нашей государственности. Именно на этом фоне комиссия НАТО Украина проведет встречу в соответствии с хартией НАТО Украины, статья 15, о особом партнерстве. И там говорится, что Украина может прибегнуть к консультативным кризисным консультациям для того, чтобы провести консультации, когда Украина воспринимает, что существует непосредственная опасность для ее территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Такой момент настал. Я хочу поблагодарить генерального секретаря за очень четкий сигнал поддержки в отношении Украины. Сегодня мы проводим встречу, и мы пытаемся избежать ту ошибку, которая была совершена в 2014 году, когда Россия готова была действовать оперативно и преследовать свои военные цели в Крыму и на Донбассе, в то время как наши западные партнеры рассматривали, каким образом реагировать на то, что происходит на местах. Россия не сможет никого застать врасплох больше. Украина и наши друзья сохраняют бдительность, и мы не будем терять время. И если Москва пойдет на какие-то безрассудные действия и начнется новый виток насилия, то это обойдется дорого во всех смыслах. И хочу вас заверить, что Украина не хочет войны. Мы не планируем никаких наступательных действий или эскалации. Украина привержена нахождению мирных и дипломатических способов урегулирования конфликта. Сегодня, в ходе нашей встречи с генеральным секретарем, мы обсуждали, каким образом НАТО и союзники по НАТО могут оказать поддержку Украине с учетом текущих обстоятельств. Все слова поддержки очень много значат, и мы это очень высоко ценим. Но в то же время нам нужна очень практическая поддержка. И я высоко ценю готовность генерального секретаря работать с нами по этому вопросу. Я также подниму этот вопрос при встрече с союзниками на заседании Комиссии НАТО Украина. Что касается продолжающегося практического сотрудничества с НАТО, я хочу выразить глубокую признательность и благодарность НАТО и союзникам по НАТО за значительную помощь через целевые фонды и также комплексный всеобъемлющий пакет помощи, которые помогают действенно развивать нашу ежегодную национальную программу под эгидой Комиссии НАТО Украина. Украина, НАТО, союзники по НАТО могут многое сделать для того, чтобы предотвратить, чтобы Москва пошла на эскалацию ситуации. И мы можем обеспечить безопасность в регионе Черного моря и в евроатлантическом пространстве в целом. Спасибо. Большое спасибо. А теперь у нас есть время для нескольких вопросов.